Канализацию вот поправили, а то была вообще канализация, как змея вот так вот вся лежала. И мы хоть сколько писали, хоть что. А вот тот вот начальник, который все отписал, что он сделал. Часто взаимоотношения между жителями многоквартирных домов и управляющей компанией службы заказчика далеки от идеала. Реформы в системе ЖКХ идут не первый год, но по договору содержания и обслуживания жилого фонда у сторон не всегда получается вести конструктивный диалог. Та сторона осталась. И вот та сторона протекла. Вот здесь не все сделано. Поэтому вопросов нет. Все хорошо сделано. А та сторона осталась. И вот она была дождь, она не протекла. А вот примыкание вон видите. В большинстве своем жалобы заявителей по признанию директора управляющей компанией службы заказчика Владимира Александрова были обоснованы. Поэтому этим летом работы в доме номер 17 наконец-то начались. Но подобных ситуаций, требующих немедленного разрешения, по Бузулуку в целом еще очень и очень много. Причины испорченных отношений, равно как и незнание жилищно-коммунального законодательства собственниками жилья, часто становится тот факт, что к работам, которые обязаны выполнять по существующей договоренности, приступают только после вмешательства первых лиц. Порой, да, недорабатывает наша управляющая компания. Факт налицо, потому что идут жалобы. Порой наши жители, жители не знают законодательства и оттуда возникает очень много вопросов. Да, вот то, что касается, к примеру, замены кровли на домах МКД. Да, основа основ на сегодняшний день в связи с тем, что у нас денежных средств не хватает по 185-му федеральному закону, где идет у нас софинансирование 85 на 15. То есть 85% это идет с областного бюджета и 15% собственники жилья. Поэтому людям надо разъяснять. На сегодняшний день главная задача органов местного самоуправления – инициировать собрание собственников жилья по теме законодательства в сфере ЖКХ. Руководителям городских коммунальных предприятий также необходимо встречаться с жильцами, слушать и слышать их предложения и просьбы, оперативно реагировать на жалобы.